Хей-оу, друзья! Всем привет, с вами Дурацкий Крутой! И сегодня мы начинаем прохождение такой замечательной, ламповой и милой визуальной новеллы, как Катава Шоуджу. Катава Шоуджу я познакомился очень давно, как раз-таки когда был бум на новеллы. Кругом были одни новеллы, вы знаете, там, конечно, не очень приличного содержания, такие, как Сая Наюта, потом Девушка в скорлупе. И как-то я после прохождения этих игр был немного потерян в том плане, что мне хотелось играть в новеллы, но достойного кандидата не было. Вот, еще Белый Лебедь вроде там, или Черный Лебедь, игра тоже клевая. Вот в этой игре мы играем за мальчика, играем за мальчика, у которого порог сердца. Но, несмотря на это, он не унывает, и, как бы, небольшая предустория, он встречается с девочкой, и происходит, как бы, так, как у него порог сердца, а он начинает, как бы, у него возбуждение. Вот, и он, короче, теряет сознание и просыпается в больнице. Собственно, в этой больнице ему и говорят то, что, чувак, ты уже, как бы, давно болен, и тебе надо более осторожнее относиться к своему здоровью, иначе смертельный, летальный исход. Собственно, все друзья, которые до этого были у него, они его, можно сказать, потихоньку забыли, и он стал им неинтересен. Мальчик стал грузиться, грустить, и, собственно, приходят его родители, говорят, что он пойдет в новую школу. В этой школе учатся дети особенные, не такие, как все, дети инвалиды, дети с какими-то заболеваниями психическими или физическими расстройствами. Ну, собственно, я и так уже рассказал вам слишком много, давайте посмотрим на эту игру получше. Что-то я мог упустить, что-то я мог недорассказать, но лучше мы все это узнаем из самой игры. Начнем? Да, друзья, это визуальная новелла, довольно-таки красивая. Легкий ветерок колышет голые ветви над головой, заставляя их шуметь, словно деревянные колокольчики. Летом в этом месте любят леденяться парочки. Густые зеленые своды крон надежно укрывают их от взглядов учителей и остальных учеников, но сейчас, в середине зимы, у меня создается впечатление, будто я стою под кучей хвороста. Сложив ладони, я душу на них и яростно тру друг от друга, чтобы они не онемели на таком морозе. Сколько мне еще ждать? Я уверен, что в записке говорилось в 16.00. Ах да, записка. Ее незаметно подсунули в мой учебник математики. Кхе-кхе-кхе-кхе. Извиняюсь, друзья. Балит немножко горло. Кстати, о штампах. Несмотря на то, что этот вариант и демонстрирует некоторую решительность, мне больше по душе версии с письмом в шкафчике. Пока я размышляю над смыслом записки, снегопад постепенно усиливается. Падающие с белого неба снежинки остаются единственным... Да что такое? Признаком того, что время еще продолжает свой ход в этом отцепневшем мире. То, насколько неспешно они опускаются на замерзший лес, создает впечатление, будто время едва ползет. Хруст шагов по свежему снегу нарушает тишину, заставляя меня вздрогнуть. Кто-то приближается сзади. Хи-хи, Сау, ты пришел? Неуверенно едва слышный вопрос. Однако я сразу узнаю этот нежный голос. Мое сердце замирает. Сотни раз я слышал, как его обладательница обращается к кому-то другому. Я оборачиваюсь на него, на голос из моих снов, и сердце начинает учащенно биться. Иванако, я получил записку с просьбой прийти сюда, а оно от тебя? Черт, я все утро пытался придумать какую-нибудь хорошую фразу. И вот что вышло. Вышло ужасно. М-да, я попросил подругу передать тебе эту записку. Раду, что ты получил ее. Взволнованную ее застенчивую и радостную улыбку я замираю. Не в силах пошевелиться ни единым мускулом. Только сердце неистово бьется, словно пытается выскочить из груди прямо к ней. Ну это вот мы здесь, на морозе. Ветер вновь принялся качать ветви, их нестроенный шум, словно музыка для моих ушей. Иванако слегка вздрагивает от пары во ветром. Когда он стихает, она выпрямляется, будто набравшись смелости. Наши взгляды встречаются. Она неспешно играет прядью своих длинных темных волос. Все это время тревожное биение моего сердца усиливается. Горло сводит судорогой. Сомневаюсь, что способен выдавить из себя хотя бы слово. Знаешь, я хотел спросить, не хочешь ли ты встречаться со мной? Я стою словно истукан, и лишь сердце бешено колотится. Я бы и рад что-нибудь ответить, но мои голосовые связки словно натянуты до предела. Кисао? Пытаясь смассировать горло, я поднимаю руки, но в них словно впиваются тысячи игл, отзываясь жгучей болью. Кисао? Мое тело цепенеет. Широко открытые глаза мечутся в ужасе. Кисао! Внезапно стук в груди прекращается, колени подкашиваются. Полок из голых ветвей, хмурое зимнее небо. Иванако, бегущий ко мне, весь мир вокруг погружается во тьму. Последнее, что я запомнил, прежде чем меня поглотило забытие, голос Иванако, зовущий на помощь, и непрерывный шум ветвей на ветру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После моего сердечного приступа прошло 4 месяца. За это время, все разы, когда я покидал палату, без присмотра можно сосчитать по пальцам одной руки. 4 месяца довольно долгий срок, когда остаешься наедине со своими мыслями. У меня было достаточно времени, чтобы смириться со своим положением. Аритмия Странное слово, незнакомое, чужое, такое, с которым не хочется иметь ничего общего. Редкая болезнь вызывает перебой в работе сердца, иногда заставляя его биться слишком быстро. Это может быть смертельно. Очевидно, она была у меня уже давно. Мне сказали, это просто чудо, что я смог прожить так долго без всяких происшествий. Чудо ли это? Мне кажется, что так они просто хотели заставить меня чуть больше оценить свою жизнь. Однако это нисколько меня не ободрило. Думаю, мои родители были потрясены куда сильнее меня. Их обоих чуть удар не хватило. У меня, по крайней мере, был целый день, чтобы переварить это. Для них же это стало полнейшей неожиданностью. Они готовы были даже продать дом, чтобы заплатить за лекарства от этой болезни. Но, конечно, лекарства не существует. Из-за позднего обнаружения этого состояния я должен был оставаться в больнице до полного восстановления. Вначале, когда ко мне начали приходить посетители, казалось, будто они по мне скучают. Примерно неделю моя палата была полна цветов, вознув шаров и открыток. Но вскоре поток посетителей стал редеть. И все их подарки с пожеланиями скорейшего выздоровления понемногу иссякли. Я понял, что единственной причиной, по которой я получил так много открыток и цветов, было то, что выражение сочувствия ко мне превратилось в задание для класса. Может, некоторые и правда волновались, но я сомневаюсь в этом. Даже с самого начала ко мне приходили нечасто. К концу первого месяца меня продолжали регулярно навещать лишь родители. Иванака перестала приходить последней. Спустя полтора месяца я перестал видеть ее в больнице. В любом случае нам не о чем было разговаривать. Мы никогда больше не касались темы, которая свела нас в тот снежный день. Больница. Это точно не то место, где я хотел бы жить. Доктора и медсестры казались столь отстраненными и безликими. Думаю, потому что они смешат. Они спешат. И у них миллионы других пациентов, о которых нужно позаботиться. Но мне от этого становится не по себе. На протяжении первого месяца каждый раз, когда я встречал главного кардиолога, я спрашивал о хотя бы приблизительной дате, когда я смогу покинуть больницу. Он никогда не отвечал прямо, говорил только, что надо подождать и понять, насколько эффективно идет лечение и насколько успешно прошла операция. Поэтому мне оставалось лишь наблюдать, как шрам, оставшийся на моей груди после операции, со временем меняется. Он казался мне клеймом, оставленным судьбой. Я продолжаю спрашивать кардиолога о сроках моей выписки, но я уже практически не надеюсь услышать ответ. Поэтому его отсутствие меня не разочаровывает. То, какие слова он использует, уходит от ответа, по крайней мере, оставляет хоть какую-то надежду. В какой-то момент я перестал смотреть телевизор. Не знаю почему, просто перестал и все. Возможно, в ситуации это был неподходящий способ ухода от реальности. Вместо этого я начал читать. В больнице была небольшая библиотека, которая, впрочем, больше походила на кладовку. Я поглощал книгу за книгой, проглатывая по небольшой стопке и возвращался за добавкой. Внезапно я обнаружил, что мне нравятся чтения. Я даже немного пристрастился к ним, и я стал чувствовать себя голым без книги в руках. Мне как нравились эти истории. Так я и жил. Одни становились все более одноликими, различались только погоды за окном, да обложка книги у меня в руках. Время словно превратилось в какую-то клейкую массу, в которую я увязал, вместо того, чтобы плыть дальше. Я не замечал, как пролетали недели. Случалось, что я даже не знал, какое сейчас число. Иногда окружающая действительность вдруг пробиралась через барьер, без различия которым я себя окружил. Страницы книги начинали казаться острыми и жгли руки, а тяжесть в груди становилась невыносимой. Я вынужден был откладывать книгу и просто лежать некоторое время, глядя на потолок, словно собираясь заплакать. Но это случалось нечасто. Да, я даже не смог плакать. Сегодня ко мне с улыбкой на лице пришел доктор, он кажется слегка взволнованным, как будто он пытается порадоваться от моего имени. Родители тоже здесь, я не видел их несколько дней. Они даже одеты как-то по-праздничному. Сегодня должно произойти что-то особенное и слишком похожее на вечеринку. Начинается привычный материал главного кардиолога. Он не спеша раскладывает бумаги, затем убирает их в сторону, словно подчеркивая бессмысленность этого действия. Он небрежно садится на край соседней койки и пару мгновений смотрит мне в глаза. Здравствуй, Хисао, как ты себя чувствуешь? Я молчу, но слегка лобаюсь в ответ. Думаю, ты уже можешь вернуться домой, твое сердце стало сильнее. Если ты будешь соблюдать некоторые меры предосторожности, все будет в порядке. Мы определились с необходимым для тебя лекарством. Я дам рецепт твоему отцу. Доктор протягивает ему из бумаги, когда отец пробегает глазами по рецепту и в лицо принимает каменное выражение. Так много. Я беру листок у него из руки, чтобы посмотреть самому, я ошеломленно замираю. Как еще мне на это реагировать? Извиняюсь, друзья. Абсурдный длинный список лекарств, смотрящий на меня с листа бумаги. Кажется неприступным. Текст сливается в сплошное море букв. Это безумие. Побочные эффекты, противопоказания и дозировки перечислены строка за строкой с холодной точностью. Я пытался понять, что там написано, но тщетным. Я не могу понять ни слова, попытки сделать это лишь вызывают раздражение. Все это каждый день на всю мою оставшуюся жизнь. Боюсь, это все, что мы пока можем сделать. Однако, постоянно появляются новые лекарства, и я не удивлюсь, если с годами список уменьшится. С годами, каким образом это должно веселить меня, вселять в меня уверенность? Я бы чувствовал себя спокойнее, если бы он промолчал. И еще, я поговорил с твоими родителями, и мы решили, что тебе лучше не возвращаться в твою старую школу. Что? Хисао, пожалуйста, спокойься, послушай, что скажет доктор. Спокоиться? Раз он попросил об этом, значит, прекрасно понимал, что я буду недоволен. Я что, перевожусь на домашнее обучение? Не все мои проявления беспокойства игнорируются. Мы все понимаем, что твое образование это главное, вместе с тем, оставлять тебя без медицинского присмотра будет неразумным. По крайней мере, пока мы не убедимся, что это лекарство тебе подходит. Так что, я поговорил с твоими родителями о переводе. Речь идет о школе Ямаку, созданной специально для учащихся с ограниченными физическими возможностями. С ограниченными возможностями, что, получается, я, их персонал работает круглосуточно, и всего в нескольких минутах находится престижная больница. Большинство студентов живет в общежитии при школе. Считай, это своего рода престижной частной школой. Она организована так, чтобы ученики могли научиться самостоятельности, и при этом помощь всегда находится неподалеку. Самостоятельности, это школа для детей-инвалидов, не пытайтесь это вскрыть. Будь она на самом деле такой свободной, там бы и не было постоянного медицинского надзора и наличия поблизости больницы, не было бы включено в ее рекламу. Конечно, тебе решать, идти туда или нет, но мы с мамой не сможем обучать тебя дома. Мы ездили туда неделю назад и внимательно присмотрелись к ней. Думаю, тебе там понравится. Кажется, у меня и правда нет выбора. Люди с такой проблемой, как у тебя, обычно живут дольше, чем с другими сердечными заболеваниями. Однажды тебе понадобится работа, и это хорошая возможность продолжить обучение. Эта невозможность, эта возможность не называете это возможностью, какая это к чертям возможность. Ты должен радоваться такому шансу. Я помню, как ты хотел снова вернуться в школу, и пусть это не та же самая. Специальные школы это же оскорбление, вот что я хочу сказать. Это шаг назад. Это не то, о чем ты думаешь, все, ученики там ведут тебя достаточно активный образ жизни, каждый по-своему. Школа создана специально для ребят, которые продолжают жить своей жизнью, учиться, но нуждаются в небольшой помощи того или иного рода. Давайте справ, и немало числа выпускников этой школы достигли поразительно многого. Инвалидность не должна препятствовать развитию человека, один мой коллега из другой больницы их выпускник. Мне плевать на инвалидность, не должна препятствовать развитию, как раз препятствием-то она и является. Меня ужасно злит, что столь важное решение было принято за меня, но что я могу поделать? О нормальной жизни теперь не может быть и речи. Забавно, я всегда думал, что моя жизнь довольно скучна, но теперь мне ее не хватает. Я хочу протестовать, но мне остается только списать мою вялую реакцию на шок или усталость. Я мог бы закричать, что я, несмотря ни на что, хочу вернуться в старую школу, но нет. Я молчу, потому что знаю, что это бесполезно. Я кидываю взглядом в свою палату, и меня охватывает усталость от всего этого, от больницы, от докторов, от болезни, от всего. Не вижу ничего, что бы заставило меня изменить настрой. Выбор действительно нет, я знаю это, но мысль о том, чтобы пойти в школу до инвалидов, какая она вообще? Очень трудно думать об этом в позитивном ключе, но я должен попытаться. Новое начало не так уж плохо. Это все, о чем я могу думать, чтобы заставить себя пережить это. По крайней мере, у меня осталось еще хоть что-то. Наши спецшколы все же лучше, чем ничего. Это новое начало, и все потеряно. Я не могу позволить себе думать иначе. Я хотел бы... Я должен увидеть, на что будет похожа моя новая жизнь. Вороты выглядят слишком напыщенно. Впрочем, вороты часто производят недоброе впечатление, но это выделяется особенно. Красные кирпичи, черное кованое железо и серые лепнины составляют совершенно негостеприимную композицию. Я задумываюсь, должны ли школьные ворота вызывать подобные эмоции, но не могу прийти ни к чему определенному. Наверное, все же нет. Конечно, я не собираюсь вечно тут стоять и думать о воротах, так что я прохожу в них быстрым шагом, чтобы оказываться довольно приятным. Двигаться по жизни вперед вообще приятно. Я направляюсь к главному корпусу интерната Ямако, где кто-то должен меня встретить. Один, потому что родители отвозят мои вещи в общежитие. А как все покрыто пышной зеленью? Это мало похоже на обычные школьные клумбы, скорее напоминает парк с чистыми дорожными дорожками, вьющимися между деревьями запахом свежеподстриженной травы со всеми, что делает парк парком. Мне сразу приходят на ум слова стерильный или гигиеничный и меня передергивает. Выбрось это из головы, оставайся непредвзятым, это твоя новая жизнь, примь ее такой, какая она есть. Вот что я говорю себе. За кронами деревьев виднеются очертания нескольких больших зданий. Их слишком много и они необычайно велики для простой школы. Зрелище открывается непривычное, совсем не соответствующее моим прежним представлениям об учебных заведениях. Все этот вид почему-то вызывает у меня неприязнь. Пусть мне и говорят, что это теперь моя новая школа, но я чувствую себя здесь чужим. Интересно, правда ли это впечатление, или оно является результатом моего предубеждения. Кстати, я до сих пор не встретил ни души, как-то жутковато. Мне уже хочется увидеть хоть кого-то, лишь бы избавиться от ощущения, что я попал в другое измерение. Шумящие на ветру деревья и пышно сверкающая зелень вокруг отвлекают мое внимание. Мне снова подумалось о больницах, где операционные покрашены в зеленый цвет, потому что они успокаивают. Так почему же, несмотря на все это дело, мне так тревожно? Уже дойдя до главного корпуса, я внезапно создаю причину заминки у ворот. Там у меня был последний шанс повернуться назад, пусть мне и некуда было возвращаться, но когда я зашел, путь назад не осталось. С этой мыслью по-прежнему волнуюсь, я отворяю парадную дверь. Когда я вхожу, меня сразу замечает высокий, слегка сутылую мужчину. Неудивительно, кроме нас в Вестибиле никого нет. Высокий мужчина, ты, наверное, не на ники, на каи. Да, именно, отлично, я твой класс руководитель и учитель естественных наук. Меня зовут Муто. Добро пожаловать. Мы обмениваемся небрежными рукопожатиями и он смотрит на часы. Тебе следует зайти в медкабинет, но сейчас на это нет времени. Наверное, тогда я загляну туда позже. Да, после обеда было бы замечательно. Сейчас нам нужно представить себя одноклассником. Они уже ждут, ждут меня. Я не люблю быть в центре внимания, но думаю, в подобной ситуации это неизбежно. Беспокойство о том, какой мне кажется прием, снова заставляет меня нервничать. В результате я пропускаю мимо ушей практически все, что говорил мне учитель. Ты хочешь сам представиться классу? Да. Да, конечно, в смысле, мне кажется, что так принято. Разумеется, просто не все любят быть в центре внимания. Наверное, я один из этих людей, но лучше бы мне произвести хорошее впечатление «Ну, тогда пойдем». Когда я поднимаюсь за учителем по лестнице, сердце бешеным стуком в груди наполняет, напоминает о причине моего появления здесь. Третья в дверь третьего этажа, помечен как класс 3-3. Вот открывает ее и входит. Всем доброе утро, извиняюсь, что снова опоздал. У самых дверей меня охватывает сомнение. Ну же, соберите, я понимаю, что это важный шаг, но, наверное, нет причин так сильно переживать, по крайней мере, пока. Я вхожу в класс следом за учителем и оглядываюсь, стараясь не встречаться с любопытным взглядом моих новых одноклассников. В классе довольно просторно, высокий потолок и широкие проходы между партами. Тоска занимает всю стену. Из-за больших старомодных вида окон, расположенных на уровне головы, она кажется еще больше. Простые деревянные парты с полочками для книг, простые деревянные стулья с металлическим каркасом, незамысловатые и эффективно. Я поворачиваю лицом к ученикам, на первый взгляд они выглядят так же, как и ученики любой другой школы, но тогда почему они здесь? Наверное, их недуги не видны, на первый взгляд, как у меня. Потом я замечаю, что одной из девочек не хватает большого пальца на правой руке. Это немного обескураживает. Вопреки нормальной практике, слушать, когда кто-то говорит о тебе, примерно с середины речи мои мысли начали заглушать мои слова учителя, представляющие меня классом. Я ладую себя на робких взглядах девочки, сидящей на последнем ряду. Меня привлекает близко ее прямых и длинных волос. Заметив, что я смотрю, она быстро закрывает лицо руками, будто пытаясь стать невидимкой. Дальше сидит какой-то парень с тростью, прислоненный к шкафчикам. Странно видеть кого-то столь молодого с тростью. Другая девочка совершает какие-то странные движения руками, язык, жестов. Она бросает на меня взгляд, поверх очков, и снова возвращается к своему занятию. Она довольно мила, как ее соседка, веселого вида девочка с разными волосами. Ее трудно заметить. Не знаю, как я не обратил на нее внимания, когда вошел в класс. Пожалуйста, поприветствуйте нашего нового ученика. Он начинает аплодировать и все повторят ему, кроме однорукой девочки в первом ряду. Стараясь скрыть свою растерянность, я благодарю поклонным за эти незаслуженные аплодисменты. После этого в классе повисает пауза, намекающая мне, что я должен наконец что-то сказать. Я увлекаюсь учтением футбола, надеясь, что мы поладим, хоть я здесь и новенький, а потом что? Я ужасно скучен, совершенно типичная резинопрезентация, надо придумать что-нибудь еще, что-нибудь поинтереснее. В итоге я так ничего и не говорю, учитель продолжает за меня. Впрочем, кажется, все вполне удовлетворены этой малостью, что я сказал. А несколько девочек перешептываясь бросают на меня взгляд, могли бы, могло бы быть и хуже. Я слушаю, как учитель бубнит о том, что нам стоит подружиться, а сам смотрит по сторонам. Кажется, все внимательно его слушают. Когда он заканчивает, снова ему хлопают, что выглядит довольно странно. Вот та схлопает даже девочкой с первого ряда ладошкой здоровой руки по запястью другой руки, которая оканчивается перебинтованной культей. Меня начинает слегка мутить. Сегодня мы будем работать в группах, так что у тебя будет шанс пообщаться с ребятами, как ты на это смотришь. Отлично. Хорошо, тогда будешь работать с Хакабити, она староста класса. Она ответит на все твои вопросы, кто бы сделал это лучше нее, верно? Нет откуда знать. Учитель раздает задания и объясняет, что мы будем работать в группах потро. Внезапно я понимаю, что не знаю, кто из них Хакабити. Черт, учитель, кажется, замечает мою растерянность. А, точно, Хакабити вон там. Сидзуна Хакабити. Как только она называет ее имя, симпатичная девочка с ярко-розовыми волосами, с золотыми глазами, энергичная, машет мне рукой. Я сужусь рядом с ней у окна. Привет. Ты, наверное, Хакабити, да? Приятно познакомиться. Ха-ха-ха. В чем дело? Ее смерть заставляет меня врасплох. Я тоже рад с тобой познакомиться, но... Я не Хакабити, я Миша. Хакабити вот. Ситян. Хихикая, Миша указывает на девочку, сидящую рядом с ней. Ту, что пользовался языком жестов. Похоже, она наблюдала за мной все это время. Она безразлично кивает мне, давая понять, что осведомлена о моем присутствии, но ее это не слишком волнует. У нее короткие, аккуратно уложены волосы и темно-синие глаза, смотрящие то изучающие, то равнодушные поверх овальных очков на изящном носике. Рад познакомиться. Она тут же обращает взгляд к Мише, которого улыбается и делает пару быстрых движений руками. Хакабити кивает и отвечает несколькими жестами. Я задумываюсь, не пошутила ли учитель насчет пообщаться с ребятами и она расскажет тебе все. Я вижу, ты немного сбит с толку. Да, да. Но я понимаю, почему ты принял меня за Ситян. Ситян, глухонемая, а я передаю сообщение от нее и для нее. Я словно переводчик, она говорит, что ей тоже приятно с тобой познакомиться. Ты ведь новенький ученик, да, конечно же. Да, Ситян. Если бы он им не был, то не было бы смысла в том его выступление перед классом. Правильно? Правильно? Похоже, очень сильно интересный человек, правда? Мы знали, что должен прийти новенький, но не думали, что это будет сегодня, так скоро. Да, Ситян? Ситян? Угу. Тебе идет, не правда ли? Я сказал это вслух, это просто от неожиданности, мне никогда не нравилась эта кличка. Не вижу, каким... Не вижу, каким образом. Идиот, ты выглядишь точно так, как я себя представляла. Ха-ха, да, ты выглядишь в точности, как Хитян. Интересно, почему все так считают? Как Амти стучит пальцем по столу, привлекая внимание Миши, затем они начинают уже стимулировать так оживленно, что движения становятся практически неразличимыми. Миши выглядит немного ошламленным. Ха-ха, прости. Хитян просит передать, что она староста класса. Если тебе нужно о чем-то узнать, можешь ее спрашивать. Как тебе школа? Мы можем показать тебе окрестность, если ты еще успел побродить, не успел побродить и ознакомиться со всем самостоятельно. Миши мгновенно спотыкается на трудном слове. Ой, извиняюсь. На трудном слове, невольно выделив его на фоне в целом беглого перевода. Спасибо, это было бы здорово. Я как приехал, сразу отправился в класс. Ха-ха. Нехорошо, нужно заранее, как можно больше узнавать о местах, в которых собираешься отправиться. Это касается не только школы. Всегда, даже если это поход в магазин, так ведь сетяны. Узнавать о местах, в которые отправляешься. Я так никогда не поступал, точнее, я никогда не заботился о таких вопросах. Я не желал этого перевода, просто кое-как мирился с этим. Я ничего не произношу слух. Миша и Миша делали несколько жестов под конец, пожав плечами. Что это было? Видимо, что-то обо мне. Я чувствую себя, будто я сел мимо стула. Они улыбаются, но это ее пожатие плечами неожиданно сильно меня задело. Ты какой-то грустный, с тобой все в порядке. Пожалуйста, не пойми, меня неправильно ненавижу, когда люди боятся задавать вопросы, ведь только так можно научиться чему-либо спрашивая. Просить помощи совершенно нормально, так же, как и нуждаться в ней. Прекрати выглядеть так, словно ты только что проводился на экзамене. Ва. Хорошо. И еще, тебе не обязательно обращаться к Ситян официально, типа Хакамити или староста. Можешь звать ее просто Ситян. Ладно, наверное, слишком нескромно. Может, Сидзуна будет лучше? Угу, Сидзуна подходит. Ладно, мне так будет намного проще. Мне становится гораздо спокойнее, а не кажется столь дружелюдными, что я чувствую себя дураком за свой недавний страх, особенно за Сидзуна, которая, как я думал, будет слишком строгой. То есть она такая и есть, просто не настолько, насколько я опасался. А, точно, мы же еще даже не притроны задания, надо сейчас же начинать работать иначе Ситян рассердится. К тому же задание довольно большое, так что если мы не начнем сейчас, то не успеем до конца урока. И это тоже. Сидзун нетерпеливо смотрит на нас и требует... Не, требуется знать язык жестов, чтобы понять этот взгляд. Ладно, ладно, я понял. После занятия мы сможем погулять вместе, сегодня такой хороший день, ладно? На задании действительно приходится поработать, но весьма... Оно весьма трудное и чересчур большое. И все же, начав с опоздания, мы заканчиваем раньше всех в классе Сидзуна и Миша и правда весьма способные. Так, ребята, давайте на этом закончим. Если вам понравился это визуально новелл и вы хотите вообще подобное видеть на моем канале, сообщите мне. А с вами был Дурацкий Крутой. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на мой канал. Всем удачи и пока! Пока!